здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко напоминаю вам что к нам сюда в студию приходят самые разные люди где-то мы обсуждаем те события которые происходят здесь и сейчас какие-то планы строим на будущее но иногда к нам приходят люди с которыми мы вспоминаем что-то очень важно что уже произошло и сегодня у нас пойдет разговор об афганистане не только о войне в афганистане но обо всем что с этим связано и конечно же о выводе советских войск которое произошло и мы были этому свидетелями кто-то выходил составе этих войск кто-то воевал в афганистане а кто-то наблюдал со стороны так жизнь наша устроена сегодня у нас в гостях евгений евгеньевич барханов кинодраматург режиссер ветеран 56 десантно-штормовой бригады ветеран афганской войны все верно все все верно сразу же чтобы никто не испугался и вот и сказать ожидая некое непонимание что это за пировка на вас это национальная одежда шальвар хамис точно на мне хамис рубаха и штаны шальвар это поколь это головной убор пушунов дело в том что в последней экспедиции в афганистан и пакистан из которой мы вернулись вот буквально в там полгода назад это тот элемент одежды без которого там довольно проблематично вот то есть любой другой одежде выделяешься да и мальчик проблем конечно конечно выделяешься и плюс когда мы были в пакистане настоятельно рекомендовано было приобрести одежду с тем чтобы да не вы а не выделяться и б издалека чтобы принимали нас за своих сразу же хочу сказать что евгений евгений человек во первых ветеран афганской войны о чем мы сейчас поговорим но он совсем недавно вернулся оттуда вот получается вы смогли побывать в афганистане тогда и смогли побывать в афганистане спустя в общем-то очень большое количество лет к тому же вы кинодраматург режиссер поэтому предлагаю наш сегодняшний разговор как бы условно разделить на две части на фактическую и на если хотите драматическую почему потому что мне кажется мы люди которые так или иначе с этим столкнулись у меня там например тоже были но ребята которые постарше которые воевали которые там находились и мы нас жизнь как-то разбросал мы не общаемся уже потому что времена так меняется жизнь чему я веду что это было при нас как-то происходило сейчас какое-то переосмысление идет памятники появились на кладбищах уже выросли огромные деревья у тех ребят которые были похоронены тогда оказалось что это невозможно вот эти вот молодые ребята в военной одежде и вторая часть это конечно же понять зачем почему и так далее вот первый мой вопрос для вас афганистан тот и афганистан сегодняшний которым вы недавно побывали вы чуть позже расскажите с какой миссии разница есть существенно конечно есть существенная разница дело в том что на протяжении многих лет я назову так как называют ее местные жители оккупации стран запада а вот там конечно были широкие вливания финансовые и афганистан отстроился особенно после гражданской войны 90-х годов когда северный альянс противостоял отрядом гульбедина хек матьяра и столица афганистана была фактически разрушена она выглядела ну наверно очень похожим как сталинград разрушены вот с тех пор столица отстроилась но конечно как было и тогда при нас запахи вот и сточные сточные воды и поменялось все все то же самое да и мусор и все 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 но фасады фасады есть красивые и есть у них уникальные районы в кабуле вот если говорить о кабуле которые внушают вот действительно оптимизм но как и было раньше скажем кишки шлачная зона про провинциальные все осталось то же самое ничего не поменялось также в дуал и глинобитные стены все то же самое или лизиноги правильно что вот этот какая-то условно противоборство до советский союз соединенные штаты америки европа то есть вот это все было в те времена сейчас какие-то события происходят о которых я так понимаю вы нам тоже расскажете так или иначе а в принципе ничего не меняется для самой страны для людей которые там живут которые рождаются заводят семьи и потом умирают все все остается по-прежнему так или что-то все изменилось худшую сторону на мой взгляд вот что это радикализм и он этот видно дело в том что до дауда там все-таки светское было государство вот с приходом наших войск радикализация произошла мы стали своеобразным катализатором этого получила на самом деле там зрелые до нас это все дело причем зрело с нашим приходом это активизировалась плюс нужно понимать что афганистан и пакистан это всегда узел борьбы разведок а вот и всего мира это как как говорят афганцы это пуп земли они так действительно называют свою страну пуп земли и этот пуп всегда будет интересовать а чем он так интересен вы знаете переплетение культур вот дело в том что вот эти события когда дали бы взорвали статуи будды вот мы были в это в провинции бомиан вот мы ездили туда как раз встречаться с одним из полевых командиров для того чтобы он нам передал место захоронению убитого нашего пропавшего без вести солдата и вот мы как раз вот столкнулись вот с этим культурным переплетением это удивительно а вот но тем не менее радикализация она не не приемлет параллельно развитие других культур или других религий давление так вот поэтому да поэтому они всячески всеми способами выдавливают а вот хотя при том удивительно но в кабуле есть кладбище британское это еще с тех времен когда британцы колонизировали афганистан и воевали там да и она за высокими стенами и там похоронены наши даже казаки это тоже интересно вот казаки представляете есть памятника там стоит надгробный камень такой слава богу что мы казаки это на русском языке да вот да что интересно это кладбище охраняется и соблюдается там тишина покой а вот и чтут причем еще интересный факт там на стенах с одной стороны значит поминальные доски западного контингента погибших и на противоположной стене на протяжении вот многих лет приезжают наши ветераны и на противоположной стене плиты наших ветерана ветераны приезжают да нет нет ну редко но делегации приезжают и как обязательный атрибут значит мы посещаем христианское кладбище в кабуле и значит там дополнительные доски поминальные нашим погибшим ребятам в афганистане устанавливать да да очень интересно ну а я понимаю что к нам пришел режиссер и драматург и поэтому уже беседа пошла прямо как картинка но я хотел бы вернуться к неким фактам вы как считаете решение которое было принято в декабре семьдесят девятого года это было правильное решение или неправильно по-другому сформинил нет я вас я могу и сразу отлезавайте я думаю что понимаете жизнь прожита война была и она какая она не была но она закончилась и она уже живет в моей жизни отказаться от нее я как бы я не сказал да я не смогу это значит отказаться от части своей жизни и забегая вперед скажу наверно лет 15 я не хотел видеть лица своих служивцев это было такое так надоели друг другу страшное дело а через 15 лет это первое осознание мое может быть глубокое такое философское когда я вдруг понял что моя война была самым лучшим временем моей жизни и с теми людьми с которыми я служил вы знаете и я встретился я вдруг понял что я эти 15 лет просто потерял не общаясь с ними потому что мы вдруг вдруг воскресло вот это вот то чего не смог показать своем фильме скажем лунгин братство он назвал свой фильм братством она все-таки была и есть она существует вот при всем при том что да много было неприятных каких-то моментов которые память аккуратно затерла свойства памяти великолепно она затирает многие вещи которые которые не нужны оставляет самое лучшее ну все зависит конечно от менталитета вот интеллекта вот во всяком случае вот сейчас я могу сказать если у меня спросили тогда сразу после вывода войск я может быть иной бы и у меня был бы ответ а сейчас скажу правильно сделали во первых это может быть в какой-то степени я говорю только за себя в какой-то степени предопределила мое будущее афганистан я так понял 56 десантно-штормовой с какого по какой срок как это все то я участник вывода я в афганистан приехал восемьдесят седьмом году в гордес провинция пакте это попали в как-то специально или случайно как это происходило дело в том что я полагал что я буду военным и я и семьи военных и я все время выстраивал воображение свою жизнь как военный человек поэтому в суворовское училище из которого я почему-то убежал и потом рязанское воздушно-десантное училище из которого я тоже написал рапорт вот и начальник училища слюсер оберт и ведокимович герой советского союза мы с ним общались я сказал я тороплюсь вот как и вы побывать в афганистане да потом уже а потом уже подумать до повоевать сначала под посмотреть способен ли я к этой армейской жизни и если у меня получится я продолжу обучение я думал рассказал и сказал но поехал потом фирга ну вот фирга на триста восемьдесят мой отдельный учебный прошу десантный полк вот прошел подготовку и оттуда поехал уже в органистан то есть случайно ну по большому по большому счету я просил вывод войск какие были ощущения вы радовались у вас были какие-то непередаваемые ощущения потому что страна это воспринял то по-разному так по большому счету на самом деле съезд народных депутатов восемьдесят девятом году осудил до войну в афганистане и вот это клеймо в общем-то 600 тысяч человек которые прошли афганистан они с этим клеймом до сих пор живут политическую оценку этого не не поменяли по большому счету 600 тысяч человек которые верой и правдой выполняли свой долг воинский прежде всего долг они были преданы да и с этим предательством приятно когда тебя предают нет конечно а если некое новое руководство даже с участием старого говорит ребят признаем что это была ошибка что вот войск был ошибкой может быть неправильно посыл был сделан есть такое выражение она русская исконная но я перефразирую пусто место свято не бывает а у нас здесь наоборот грубо говоря если бы мы там не находились находились бы кто-то другие это место никогда не пустовала на протяжении уже несколько сотен лет сейчас мы сделаем небольшую паузу и вот уже о выходе и вообще вашей жизни там и самое главное о том проекте который вы недавно я так понимаю о нем стало можно рассказывать мы узнаем во второй части нашей очень интересная необычная программа нас евгений барханов в гостях кинодраматург и режиссер говорим о об очередной годовщине вывода советских войск советского контингента из афганистана эта программа открытый диалог у нас студии евгений генщ барханов кинодраматург режиссер ветеран афганской войны и я возвращаюсь к тому вопросу который адресовал начале мы так ушли на политическую тему все-таки вывод войск что вы о нем помните какие были настроения у тех кто там находился те кто выходил хотелось уйти или кто-то хотел продолжать воевать но у нас бригада выходила я участник именно вывода 56 бригада из афганистана это довольно длинный длительный марш дело в том что мы служили в юго-восточных провинциях пакте это на границе афганно-пакистанской границы рядышком поэтому первый марш был до кабула второй марш уже уже дальше через саланки до союза довольно серьезные понятно что основные силы были отведены но когда проезжаешь ки и через кишлачную зону или там скажем по трудной дороге где можно спокойно нанести ряд ударов и остаться незамеченным или там где-то из-под тяжка это на протяжении всей колонны естественно почуть почуть подстреливали там попадали не попадали неважно другое дело что выходя было то чувство которое ловишь то жалко если это вот но на последней секунде на последних днях давайте мы сразу перейдем сейчас ко второй части потому что мне кажется на тоже будет интересный расскажите зачем и почему вы поехали сейчас уже будучи весьма опытным человеком имеющим детей у вас их 5 вы поехали в афганистан и я так понимаю в пакистане туда зачем сейчас попробую сформулировать дело в том что до сих пор на сегодняшний день судьба 264 человек пропавших без вести в афганистане военнослужащих а неизвестно а вот при том что сейчас коммуникации все расширились появился интернет хочешь не хочешь но он так потихонечку проникает в афганистан и в пакистан а вот и прошло довольно много времени и уже к страсти улеглись и мы используя этот момент переговорив вот здесь саши лаврентьевым это ветеран наших служб а вот который занимался на протяжении долгих лет именно поиском наших военнопленных вот и мы выиграли грант министерства культуры на создание документального спецпроекта и благодаря вот это вот этому мы предприняли очередные попытки в поисках наших военнопленных причем скажу что явилась главным катализатором одному сотруднику наших спецслужб попала в руки записка от летчика пропавшего без вести восемьдесят седьмом году с просьбой о помощи возвращения на родину в записке было еще несколько фамилий наших бывших военнопленных прошло 30 лет мы конечно долго искали средства и возможности согласовывались с разными организациями ведомствами вот и предприняли попытку поехать дело в том что записка была написана в пакистане мы знали место район вот и нас должен был бы встретить посредник который по приезду не вышел к нам на контакт постпом мы выяснили где он что но поскольку на самом деле в пакистане в отличие от афганистана очень жесткий полицейский режим и контрразведка работает на высочайшем уровне у нас через каждые три четыре километра останавливали документы просмотр отпечатки пальцев все 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 детально осмотра вещей и так далее так далее мы туда поехали как туристы то есть с попыткой попыткой связаться но на самом деле до сих пор приграничные территории с афганистаном несколько провинций у них тяжелая обстановка террористическая вот и антитеррором значит правительство пакистана борется и там пошли даже на уступки власти пакистана и в некоторых провинциях разрешили шриятские суды то есть грубо говоря мы проезжаем мимо то есть всквозь эти провинции попадали под суды старейшим уважаемых людей которые могли вынести любой любое решение в общем мы на это на это поехали то есть такая есть провинция сват очень интересно вот и по договоренности нас обеспечили охраны а вот и я сейчас бегу вперед когда мы возвращались обратно нас остановил очередной патруль проверка документов долго ничего что-то там выясняли выяснилось что мы едем обратно без охраны оплатить охрану мы уже не не были в состоянии потому что бюджет нас и ста и наш истощился вот и вы представляете пакистан выделил нам четырех автоматчиков и мы значит да под конвоем вот этих вот людей причем они жестко нас очень охраняли вплоть до того что к нам машина довольно жарко там окна открыты и если ты через кишлак едешь они там с мигалками нас проталкивают а там все плотно людей очень много в пакистане так на секундочку 205 миллионов человек пакистан маленькая страна еще зажатая в горах народу углу никуда и не отойти везде они лети люди найти военнопленных вот так вот если наобум это не представляется возможным потому что любой разговор на тему о военнопленных ты сразу становишься противником и врагом не рекомендовано было нам говорить на русском языке в пакистане вот хотя я на рынках на базарах сознательно если мне казалось лицо какой-то я пытался разговаривать на русском языке за что был порицаем старшим нашей экспедиции конечно капитально а вот и вот мы провели время мы проехали в от пешевара до ваханского коридора это довольно приличное расстояние туда и обратно доля афгана пакистанской границы были в некоторых населенных пунктах к сожалению в эту экспедицию встретиться с этим человеком не удалось а потом поступила идея которую мы обдумывали она такая авантюрная идея была встретиться с человеком который неожиданно был амнистирован 2016 году и выведен из лиц террора в обычные граждане он миллиардер это гульбедин хек матьяр это человек у которого по локоть руки в крови а вот и он мало того в этом году баллотировался на на пост президента афганистана вы решили с ним пообщаться да он так не давал интервью не советским а впоследствии российским журналистам и не давал то есть не давал возможности с ним вот так вот под камеру говорить мы были первые на котором он согласился я до человек против которого воевала он контролировал наши провинции и я признался что я служил в этой провинции у него такая уголком найти рот так немножко у него такая всегда лукавая улыбка а вот это он кстати благодаря его приказ по его приказы были убиты достаточно много наших военнопленных кто мы просто до сих пор не знаем по его приказу были уничтожены не не один десяток наших военнопленных и вот он видит вас да вот и мы разговариваем о военнопленных и мы просим передать нам информацию вот и он обещает нам помочь благодаря этому контакту вот я сейчас скажу то чего еще фактически на на телевидении мы не озвучивали все знаем о восстании в лагере бадабер это под пешеваром да о том что вот ребята погибли но еще вот мы только в этом году узнали что было еще два неуспешных восстания о которых просто не не дошло да да нашего зрителя до слушателя даже до наших спецслужб то есть были подняты еще два раза восстания в одном случае 14 человек были казнены в другом случае 7 человек вот причем во втором случае ребятам удалось перейти пакистана афганскую границу они буквально чуть-чуть не нашли а вот вот их взял другой полевой командир в плен те догнали и по исламской партии афганистана и боевики догнали а вот между ними возник конфликт потому что те собирались продать наших военнопленных а вот и таким образом наверное бы сохранилась жизнь семи наших бойцов которые в принципе но действительно остались неизвестны к сожалению но остались вот теми людьми которые ну пошли на этот риск на подвиг и это вы узнали благодаря вот этой встречи со временем он передал да вот со временем она чем ему я не знаю может быть это как раз выход в тот разрез политики когда пора уже находить общие точки тем более он американцев очень не любит очень любит и выступает против них причем открыто хотя они его финансировали у него он получал финансирование больше всех полевых командиров то есть а он один из всех остался живой все уже где-то почили в бозе а вот он да вот она единственный причем самый кровавый самый хитрый самый жестокий да говорю история про этих семь человек догнали те хотят их продать пришли старейшины и посудили ну были такие жесткие переговоры и решили так что ни вам ни нам и наших разорвали вот вот такая история и до сих пор родители не знают где эти люди и как закончился их да и как же закончился до его одна матью которая дает она будет мне бы знать хотя бы в каком месте и как он или где он может он все-таки живой они все убеждены что они живы вот как долго еще когда вы знаете вы говорят война заканчивается когда найден последний пленные последние погибшие тогда вместо последнего видимо еще будет все это продолжаться долго я думаю что во всяком случае наши поиски мы сейчас благодаря вот вас в новом возможностям открытым мышь вышли вот как бы вот распакнулась дверь игры горизонт и туда и там и там и там и там и там и там везде но другое дело что опять но безопасности и средства это отдельная история про которую не хотелось бы сейчас но в любом случае то что вы рассказали это все равно звучит фантастично некоторые вопросы которые мы подняли и которым нам удалось вывести вот из забвения мы бы показали в фильме в первом фильме ташакор а фильм называется ташакор уже была закрыта закрытый показ премьера и сейчас будет открытый сейчас будет открытый 15 числа в день в день с годовщины вывода войск наших кинотеатр сатурн 1800 всех желающих приглашаю регистрируйтесь процедура это бесплатная находите меня приходите буду рад вас видеть потому что эта тема удивительная и уникальная и и сейчас успеть бы успеть бы вам что-то рассказать и успеть бы еще доделать но благодаря нашим усилиям и нашим успешным усилием министерство культуры выделила грант на продолжение да значит продолжение следует потому что у нас открылись такие факты я просто боюсь спугнуть давайте не будем будем ждать лучше следующей экспедиции после него вы вернетесь и расскажете это евгений генич барханов кино драматурка режиссер ветеран афганской войны ветеран конкретно 56 десантно-штормовой бригады я тут комментировать уже ничего не буду потому что мне кажется все понятно приходите посмотрите фильм это была программа открытый диалог мы посвятили ее теме вывода войск советских войск из афганистана с вами был николай пивненко до свидания а а и и и и